Группа белорусских хакеров утверждает, что взломала компьютерную систему белорусской железной дороги, чтобы замедлить и нарушить работу дороги. Они требуют остановить прибытие российских войск в страну. Эксперты по кибербезопасности давно предупреждают о хакерских атаках против государств. Насколько реальна эта угроза? И насколько опасны программы-вымогатели для инфраструктуры государств, таких как железные дороги, системы электроснабжения и водоканалов? Может ли произошедшее в Беларуси случиться и в другом месте? По словам хакеров, они зашифровали основную часть серверов и рабочих станций БелЖД. Они предлагают восстановить работу системы, но только в том случае, если их политические требования будут выполнены. Это явно шантаж, и цена высока. Киберпартизаны требуют освободить 50 полицуглюченных, а также предотвратить прибытие в Беларусь российских войск, направленных для участия в учениях. Прибытие российских сил на территорию Беларуси лишь усиливают напряженность в отношениях между Россией и Западом, которые опасаются вторжения российских войск в Украину. Шантаж с использованием программ-вымогателей может поразить инфраструктуру по всему миру. Но как это работает? Программа-вымогатель — это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое блокирует или шифрует все данные на атакуемом устройстве или в сети, угрожая уничтожить их или опубликовать публично. За восстановление доступа программа требует выкуп, часто в криптовалюте. И подобные атаки случаются повсюду. Опрос, проведенный компанией по кибербезопасности в 2021 году, показал, что за последний год 37% всех организаций, включенных в исследования, были атакованы с помощью программ-вымогателей. В Индии этот показатель достигает 68%. Серьезные атаки на инфраструктуру государства уже бывали и ранее. Согласно отчету ФБР, в период с сентября 2020 по август 2021 года, четыре атаки программ-вымогателей поразили системы водоснабжения и канализации США. Хакеры перекрыли подачу пресной воды, чтобы шантажировать власти и получить выкуп. Еще одна популярная мишень – это больница. Так, в сентябре 2020 года пострадала университетская больница Дюссельдорфа. Во время атаки несколько серверов были зашифрованы, что поставило под угрозу в том числе здоровья пациентов. Но справедливости ради, хакеры не собирались атаковать больницу, им нужен был Дюссельдорфский университет. Узнав о своем промахе, они отдали ключи до шифрования без выкупа. В апреле 2021 года была совершена хакерская атака на крупнейшую нефтяную инфраструктуру США – систему трубопроводов Colonial Pipeline. В результате кибератаки работа всех топливопроводов системы была остановлена на 6 дней. Это привело к дефициту газа на всем восточном побережье США, пока компания не сдалась и не заплатила выкуп в размере почти 4,5 миллионов долларов биткоина. Но случай киберпартизанов другой. Хакеры преследуют политические цели, а не охотятся за деньгами. Эксперты считают, что в будущем нас ждет всплеск кибератак, а общественная инфраструктура станет популярной мишенью. Для обеспечения ее безопасности делается очень много, но во времена, когда такие системы, как железная дорога или сети электроснабжения, только строились, никто не думал о кибербезопасности. Обеспечением цифровой безопасности систем занимаются уже постфактум, поэтому возникают сложности и даже ошибки. Власти США уже находятся в состоянии повышенной готовности. Так, Кристофер Рей, директор ФБР, сказал в интервью, масштаб этой проблемы таков, что я думаю, стране придется с этим смириться. А что думаете вы? Станут ли кибератаки с использованием программ-вымогателей стандартным орудием хакеров, от активистов и борцов за свободу до террористических организаций? Как мы можем защитить себя от такого рода вредоносных ПО? До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok